Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Аристид Диланой. Родился 30 июля 1874 года. Умер в 1911 году в Париже. Французский художник, карикатурист, родитель мелкий торговца часами Аристид Диланой. Посещал уроки рисования и живописи фараона де Винтера в школе изящных искусств Лили. Затем в 1897 году курсы в Парижской школе изящных искусств, прежде чем выставляться в салоне независимых, начиная с 1902 года. Я цитирую переводную Википедию. Данных немного, но то, что есть. Он обращается к рисованию для прессы. Сотрудничал со многими либертарианскими и антимилитаристскими газетами, среди которых были такие газеты, как «Новые времена», «Социальная война», «Люди дня», для которых он сделал почти 150 обложек. 26 сентября 1908 года Аристид Диланой стал перед судом по делу о карикатуре на генерала Альберта де Аммада. Его знаменитая карикатура на Жоржа Климансова, изображающая его лицо для первого выпуска журнала «Мужчины дня» января 1908 года, это было на следующий день после кровавого подавления движения перевозчиков Саблиер де Доровей. Как я уже говорил, 26 сентября 1908 года вместе с Виктором Мериком он был приговорен к одному году тюремного заключения и штрафу по размере 3000 франков, что в то время было значительной суммой. За то, что в журнале «Люди дня» он представлял генерала Альберта де Аммада, который проявил себя в кавычках «марока» в качестве мясника. Он изобразил его в кровавом фартуке. Диланой заболел туберкулезом и был освобожден 21 июня 1909 года до истечения срока его наказания. Не без поддержки своих друзей, его коллег, которые писали о его заключении в специальном выпуске журнала. В феврале 1910 года он стал соавтором манифеста революционного антипарламентского комитета. Умер в 1911 году в возрасте 36 лет в Париже. Друзья-художники помогали его вдове и его дочери. Вот так небольшие данные, все то, что есть, о французском художнике-карикатуристе Аристид Диланой. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работу. Субтитры сделал DimaTorzok